Автор книги комиксов София Темирбулат готовит к выпуску продолжений истории Киберсити. Напомним, первая часть вышла в свет в апреле. София пишет эти истории специально для детей, чтобы научить их безопасному общению в виртуальной среде. О чем будут следующие части книги в материале Айданы Шахисла. София Темирбулат учится на первом курсе магистратуры университета имени Курктата по специальности информатика. Она не случайно выбрала жанр комиксов для написания своей книги. Комиксы популярны во всем мире. Это самое лучшее средство передать полезные знания детям, которые силы возраста быстро теряют интерес и поэтому необходимы нестандартные подходы. Мой вид комиксов стандартный, то есть максимально понятный для детей. Особенность в том, что у героев нет имен, только указывается, что это девочка или мальчик. Почему? Чтобы учащиеся понимали, что такие истории могут случиться с каждым из них. Когда у героев есть имена, то есть дети обычно думают, что такое случилось с кем-то. Вот такой психологический аспект тоже учтен. История Киберсити – это увлекательно короткие комиксы о приключениях робот-кибергероев. Вместе с ним дети познают секреты интернета, борются с темными силами, познают опасности, которые могут подстерегать в виртуальном пространстве и учатся их преодолевать. Как в любых комиксах, в моих комиксах тоже есть кибергерой. Его зовут Тиви. Он защищает город Киберсити от кибератак. Отметим, комиксы создавались не на пустом месте. Предварительно автор провела большой соцопрос среди детей от 6 до 14 лет и родителей. Провела анализ, с каким проблемами часто они сталкиваются в виртуальном мире. Также она специально училась технологиям создания комиксов художника из Японии, Кореи и Европы. Как результат, проект был признан лучшим на областном конкурсе «Энофест-2022». В премии 500 тысяч тенге было выложено в выпуск первой части 500 экземпляров. Большая часть бесплатно переданы библиотекам и школам. Сегодня эту книгу можно купить в сети магазинов «Ктаб-Ау», а также загрузить через мобильное приложение «Смарт Хазлорда» и сайт «Айти Парк Хазлорда». К концу года планируется издать еще две части в онлайн-формате. В них будут рассказы о кибербуллинге, рассказы самих детей об их приключениях в соцсетях. У Софии многих других интересов. Она занимается фан-артом, во время пандемии создавала памятки и листовки для казларденцев с информацией о мере защиты от коронавирусной инфекции. Еще она изготавливает панно из подручных оберточных материалов. Ее работа представлена на выставке в Италии. Кроме комиксов, я эко-активист, эко-волонтер. В апреле этого года на Миланской неделе дизайна в Италии с участием лучших дизайнеров-архитекторов из 43 стран мира были выставлены мои работы. Моя работа о проблеме орала прошла финал. По мнению экспертов, обучение детей кибербезопасности и культуры поведения в интернете через комиксы – хорошая идея. Учителя могут взять книгу на вооружение, детям понравится.